Здравствуйте, уважаемые подписчики и случайные зрители моего канала. С вами канал MazdaMTV, колхоз наше все. И сегодня я вам расскажу об очередной игрушке с Алиэкспресс. А именно, это фары ближнего света со свето-теневой границей. Куплены фары были на Алиэкспресс, доставка составила буквально неделю. Обошлись они мне в районе 1900 рублей. Цена практически постоянная на весь период, что я за ними наблюдаю. Оригинальные фары выглядят именно так, как продавец описывает их на своей страничке. Обратите внимание, потому что очень много клонов и фейков на эти фары. Взял я себе фары именно круглые, квадратные я не хочу. Квадратные берут практически все, с доставкой из России. Вот обратите внимание, именно вот такие, как сейчас на картинке. На сайте продавца полностью разъяснено, как отличить клон от оригинала. Обратите на это внимание. Не покупайте дешевые фары, там за 700, за 800 рублей одна. Потому что это будет явная подделка. Обратите особое внимание на эти факты. Здесь полное описание этого продукта. Рабочее напряжение до 30 вольт. Соответственно, мощность пишет до 30 ватт. Самое главное, что эти фары реально тяжелые и реально сделаны из металла, из алюминия. Ну, произвел я вскрытие упаковки. Это самый приятный момент, конечно же, когда получаешь посылочку. Прошу обратить внимание на то, что толщина ребер охлаждения довольно-таки приличная. Все залито герметиком. Толщина проводов примерно 0,8 квадрата. Здесь видно диаметр стекла и диаметр фары. Здесь, соответственно, крепление 4,5 см. Здесь от центра фары до высота крепления. Здесь до середины отверстия. Вот такие имеем в наличии интересные крепления. Очень толстые, очень прочные. Ширина крепления 5 см. До центра примерно 25 см. Кому интересно. Длина болта основного 70 мм. Сделано, конечно, все из качественного. Надеюсь, что оцинкованного металла. Вставляется все очень плотно. Подогнано прям изумительно. Погрешностей практически никаких. Рекомендую, конечно, здесь какие-нибудь такие пластмассовые, второпластовые шайбочки ставить, чтобы все было хорошо. Снимаю вот это вот защитное кольцо, которое обрамляет стекло. Но для чего я его снимаю? Я захотел разобрать фару, потому что многие разбирают эту фару, чтобы нанести дополнительный герметик и термопасту. Потому что, сколько я не смотрел фотографий и обзоров на эти фары, китайцы, конечно, жалеют термопасту. Но, судя по тому, какую толщину имеет металл сам по себе, фара, я думаю, не будет греться для того, чтобы туда залазить. В общем, снять я фактически не смог демонтировать это стекло. Что я сделал дальше? Я дальше по диаметру стекла наклеил защитную пленку. Сразу скажу, что защитная пленка наклеилась довольно-таки плохо, потому что нужно было подбирать диаметр буквально на миллиметра 3-4 меньше, чем само стекло. Потому что стекло у нас выпуклое, и пленка очень плохо ложится на это пластиковое стекло. Потом переделал. Получилось, конечно, получше. Все вернул в исходное. Закрутил. Разбирать дальше я фару не стал. Жалко было ломать все это. Я понимаю, что если у кого-то там строительный фен, можно это все сделать очень быстро. То же самое проделал я, конечно же, со второй фары. Вот так они выглядят. Качество изготовления, конечно, я бы сказал, что даже, знаете, на уровне. Забегая вперед, отмечу, что свето-теневая граница имеется. Но интенсивность света, конечно, гораздо меньше, нежели в головных фарах со светодиодами. Головной свет у меня 4500, эти 6. Поставил вот на такие коннекторы в штатную проводку. Подцепились без проблем. Вот на такую вот термоусадку. Всем наверняка она знакома. Вот таким вот образом посадил. Врутил в бампер. Это, конечно, кощунство. Кто-то, конечно, придумает по-другому. У меня так. Оставлю без комментариев. Свет очень хороший. Рекомендую. Всем до новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова